Китайские власти в своей борьбе с мусульманами переходят все мыслимые границы. В Синьцзяне власти для определения сепаратистски настроенных уйгуров-мусульман начали руководствоваться списком признаков так называемого религиозного экстремизма, сообщает Radio Free Asia. Согласно этому списку, теперь человека могут задержать за то, что он кладет руки на грудь во время молитвы или красит волосы хной. Хранит дома большое количество еды, молится за пределами мечети, носит часы на правой руке, ходит в коротких брюках, отращивает длинные волосы, будучи мужчиной и так далее. В ранней версии списка было зафиксировано 75 признаков, сколько их теперь радиостанция не уточняет. У них там какая-то организация, они распознают друг друга покрашенным волосам, иначе бы они этого не делали, заявил секретарь отделения Коммунистической партии Китая в округе Хатан. «Если человек не здоровается с представителями партии, если он воздерживается от спиртного, все это теперь считается признаком религиозного экстремизма», сообщил другой партийный функционер. Правительство Китая вот уже на протяжении нескольких десятков лет подвергает жестоким репрессиям уйгурских мусульман, всячески препятствуя им в соблюдении их религии. Дело дошло даже до того, что мусульман изъяли из их домов кораны и молитвенные коврики. Комментируя происходящее, представитель Всемирного уйгурского конгресса Тургун Джан Алавудун предположил, что власти хотят выдавить ислам из уйгуров. Они думают, что если уйгуры станут атеистами, их легче будет ассимилировать, считает он. Субтитры создавал DimaTorzok